Сегодня мы отмечаем праздник День Победы, 22 июня. Путь к победе был долгим и трудным. 1941 года немецкие захватчики напали на нашу страну. Напали неожиданно, без объявления войны. Ровно в 4 часа утра. Во многих семьях сохранились письма с фронта. Ссылались такие письма не простой почтой, а военно-полевой. Как же ждали этих письм в каждом доме? Их называли треугольниками. Как они складывались в форме треугольника? На войне сажались не только мужчины, но и женщины. Сколько солдат спасли женские руки? Они были нечёстрыми врачами. И вот наступил долгожданный день. 9 мая 1945 года. По радио обрели об окончании войны. Четыре с половиной года продолжалась эта война. Победа далась дорогой ценой. Имен многих из них мы так и не узнаем. Каждый год 9 мая вечером пускаются алютры. Каждый год в этот день мы вспоминаем погибших в боях за Родину. Каждый год в победу народ отмечает. Сарик воздушный в небо взлетает. Песни звучат о далёкой войне. Гордо гвоздик удерживает пути. Спасибо вам, отцы и зеды, что из царца сажали в бой. Спасибо тем, что в день победы вернулся с тех пор и домой. Спасибо, я скажу сегодня. Поклонюсь вам, доживи. Спасибо тем, что для потомков свою осилили. Пусть мы, бакамалы, не знаем и войны. Но нам они сказали, картинки показали. Спасибо всем детям за этот день победы. Отмечает вся страна. Одевают наши деты боевые ордена. В лесу-тва зовёт дорога на торжественный палац. И задумьте вас, порога, Светы нам скидят. Яблони и грузы поплыли туманно-бекой. Выходила на берег, качулся на высокий берег на крутой. Пускай огонь свечи, как символ веры, Горит о тех, кто предан был без меры, Кто голову сложил за мир земной. Зажжем свечу за вечный покой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok